Ну что, здравствуйте дорогие камарады. Для начала уменьшим звук. Да. В общем, вернулся я из отпуска и как-то, поскольку в отпуске я отдыхал, собственно, никаких активных игр мне играть не хотелось. И первое, что мне пришло в голову, это Satisfactory. Спокойная, медитативная игрушка. Я не знаю, как это назвать, строительный симулятор или что-то в этом роде. Minecraft играли, в этот самый, в Factorio играли. Ну вот такой, factory-like, не знаю, строительный симуляторный вид игр, вид деятельности. Такие дела. Вот. Я покажу вам, что это такое. Ну а потом, по заявкам наших зрителей, мы сыграем вам Макаревича. Вот. Давайте. Вот у меня есть пара сохраненок. Где можно оценить разные этапы игры. Вот видите, здесь только 25 минут сыграно. Игра, в общем-то, начинается с того, что вас скидывает неизвестно откуда в глубокую... Эту самую... Господи, вот тебя тут не хватало. В глубокую сельву. Сельскую местность, да. Короче, в джунгли тебя куда-то скидывает. И ты здесь должен построить им мега-завод, отправляющий ресурсы с этой богом забытой планеты в космос куда-нибудь там дальше, откуда тебя там отправили. В общем, занимательная вещь. То есть, фактически, это первое самое появление нашей базы. Тут кроме ничего нету, даже построить особо нечего. Собственно, хаб и продукция. То есть, на одной мы строим какие-то базовые вещи, на другой более продвинутые. Вот. В данном случае мне нужно построить... Мне нужно проапгрейдиться какая-то задача. 20 этих. Давайте вместе с вами это сделаем. Вот. А потом я покажу, что происходит через, так сказать, a few hours later. Вот. И к чему мы можем прийти в этой игре. Так. Значит, нам нужны палки, копалки и листы. Листы все... Что одно, что другое создается из таких чурок железных. Железную чурку можно добыть... Сколько у нас ее все? 15. А в какой пропорции? Пропорции... Нет, подождите. Нет, здесь вот надо искать. Пропорции 1 к 1. Ну, технически можно создать уже. А нам нужно 30. То есть, я тут уже заметил, что есть... Одна... Железная хрень. На которую потом надо будет ставить... Добыватель... Добыватель... Этой... Минной... Железной руды? На майнер, как это сказать? Шахтерщик? Нет. Не важно. Так, 66. Достаточно. То есть, делаем сейчас... Эй, что такое? А, точно. Делаем 30 заготовок. Все достаточно быстро. Потому что не в этом суть. Как бы, начало это только начало. И здесь, слава богу, геймдизайнер тебя не останавливает. Не держит за определенные места. Потому что весь фан он впереди. Весь фан он в строительстве. Здесь вот этот момент... Он только... Начальный. Ага. 10 штук, да? Я уже что-то много. Да-да-да-да-да-да-да. Тут 20. Надо еще немножечко. Блин. Крафтим. Крафтим дальше. Такая немножко муторная часть. Но для того в этой игре и придумана автоматизация. Чтобы ты как можно быстрее избавлялся от этой рутины. И начинал делать что-то более... Так сказать, начинал работать головой. А не... 8 часов в сутки. Ну вот. Отлично. Посмотрим, что у нас тут. И это... Сейчас заапгрейдимся. Так. О! Хат... Хатничек. Ну, что-то как-то вообще никак. О! Смелтер. Продакшн. Линия. Что нам надо сделать для этого? Так. Тут вот, короче, нужно выбрать себе, что ты хочешь делать. Ну, это как бы удобная фишечка для того, чтобы можно было следить за прогрессом того, что тебе надо собрать. Вот мы первые три под... Подтира... Подтира... Как бы... Под... Подцельной сделали. Ну, а смотрите, у нас еще дохренище всего. Собственно, на данном этапе, я думаю, у нас еще не так уж много чего можно сделать. А, собственно, нам нужно где-то найти медь. Медь, по-моему, вот. Ironor, Copperor. Пока мы не построим вышку. Так. Где ты? Где ты? Где же ты, моя красавица? Так. Так. Давайте просканируем еще раз. Где? Где? Где это было? 156 метров. Но у меня есть такое ощущение, что оно где-то там наверху. Так что сильно радоваться я бы не стал. А, нет. Все отлично. Все замечательно. Блестит. Блестит-то оно блестит хорошо. Так. Сколько нам дали? 23 штучки. 23 штучки. Рецепт. 25, этот рецепт. А, нет. Там еще можно добывать, правильно? Правильно. То есть, можно просто взять и закопаться немножечко. 29. Я там до 50 добью. До 60. чтобы наверняка. Все, супер. Побежали апгрейдить. Какие-то невозможные пейзажи здесь. Причем разные эти самые. Планеты меня так. Привет. Додо. Была, помните, такая птица Додо? Которая сильно вкусная была. И поэтому она, несмотря на то, что прожила на островах до хренища, там, не знаю, миллионов тысяч лет. Подставьте любую степень. Десятки. В общем, неважно. Ну, ее, короче, в 19 веке сожрали просто. Вроде как редкая хрень. А вот, здравствуйте. Кушать. Это в первую очередь. Так. Значит, нам нужно накрафтить этих, а потом из этого скрафтить медный провод. Медный провод будет играть ключевую роль в этой игре. Потому что из него делается, что? Правильно. Провода. А где провода, там и электричество. А электричество это двигатель жизни. Ну, в смысле, искусственной жизни. Ну, и технически подходя, то, в общем-то, и наши тоже. Не зря же, помните, Мэри Шелли там воскрешала Франкенштейна при помощи электрического заряда. Но Мэри Шелли это автор. Там доктор Франкенштейн воскрешал свой монстр. Собственно, у нас сделано из различных трупных частей. Вот. Ну что? Сейчас наделаем провода, сейчас наделаем плиток. И будет у нас все интересно. Так, 46, 48. Так, сейчас мы Майлстон делаем. Так, хватит уже. Вот этих побольше надо будет. Надо будет еще подойти к этой яме с железом. Вот, на самом деле, это же большая проблема. Мы же... Выпусти нас куда-нибудь в какой-нибудь глубокий лес. Что, мы там создадим цивилизацию обратно? Нет. Если какой-нибудь апокалипсис случится, то, скорее всего, мы тупо сдохнем там или разовьемся, да, опять же, того же Средневековья. Потому что мы слишком специализированы и не знаем, что происходит в различных областях. Вот. Человек да Винчи, это тот человек, который развит в самых различных областях, он был человеком из девятнадцатого века, ну, там, время возрождения, собственно, тот же самый да Винчи и девятнадцатый век. Девятнадцатый век в том смысле был хорош, что знания расширились сильно, но не настолько сильно, чтобы один человек не мог их освоить, скажем так. И, собственно, там были люди, которые были отличными физиками, отличными химиками, математиками, докторами. То есть, какое-то общее понимание научных процессов, скажем так. Я увлекся. А сейчас попробую уследить за всем, что происходит. Тут только одно общее образование дает всего ничего. Но и то, как бы, кто ковать умеет, там, кто может что сделать. Так, мы не можем... А, потому что мы не сделали этого. Ну, допустим, человек выйдет... Выйдет в деревню, что он там умеет. Лошади ездить не умеет. Там... Ну, короче, полная бездарь. Бри. Дайте мне чашечку, а. Так. Это маленький боксик, в котором можно оставлять предметики. Но... Он настолько маленький, что потом ее тупо заменяешь этими самыми. Оу. Бай. О, вот теперь тут можно жить. Что? Э, что-то тут еще надо? Че, совсем? А, ну и дальше, собственно, нужно Лаймстоун найти. Вот тут вот такая штука. Байомас Бернер. От которой можно потом... Вот, типа, набрать травы этой самой. Вот, где-то тут у нас... Так-так-так-так-так-так-так. Набрали. Эх, блин. Дальше закинули. А потом построили какой-нибудь... Где это, блин? Конструктор. Мне... Ребята, мне... Добыча нужна. Зачем мне этот... Выплавитель... На данный момент. Все я сам могу сделать. Ручками. То есть, буквально вот... Ну, понеслась. Грубо говоря... Ну, 20 кабеля сейчас. Я надеюсь, что больше. Мне просто хочется до следующего этапа дойти и... Успокоиться на этом. Так, двадцатка есть. Ладно. Черт с ним. О, зверек. Вот этот вот... Вот этот вот... Френдли... Дружественный зверек. Ее можно приручить, если там... Положить перед ним... Там орешку, ягодку какую-нибудь. Но орешки, ягодки... Добавляют жизни. Вот. Чего в этой игре не отнять, то что... Она очень сильно тебя поражает вот этими красотами. Ты хочешь там... А что там за этим горизонтом? Что там за этим горизонтом? Вы знаете, как на Среднем Западе было такое, что... На Среднем Западе... На Среднем Западе... На Диком Западе было такое, что... Ты ставил ранчо, типа... Вот горизонт... Все, что до горизонта... И... Во все стороны... Это все твое, как бы... Сейчас, конечно, такое трудно представить... Но вот... Это честь... Это привилегия первопроходцев. Вот. Ждем, не дождемся, когда... Будем усваивать Марс. Вот. Да. Хотя вот тут еще с Луной разобраться бы, да? Что там, куда там... Ладно. Ну, тут пока все понятно. Посмотрим на более поздний этап. Так. Так, это нет, это не то. 40 минут. Ну, господи. Ну, few hours later. Так сказать, спустя несколько часов. 150 часов. 168. 170 часов. Не будем врать себе. Это было долго. Но я в том числе тупо оставлял... Эти... Компьютер на ночь. Когда нужно было проработать какие-то ресурсы. Так. А, я, видимо, не сохранился или что? Угу. Ну, не сохранился, не сохранился, не принципиально. Я просто тут... Ээээ... Стенку вставил. А, да. А, да. Долго парился. Да. Ну... Перестраивать это я сейчас не буду, хотя... Тем более, что это уже не моя основная игра. Она была моей основной игрой. Какое-то время назад. Вот. О, господи. Смотрите, какая. Тут ребята из... Ээээ... В общем, да. Эта игра очень сильно подстегивает твое любопытство насчет того, что же находится за следующим углом. Вот. И... Тут разбрасываются различные... Различные... Так... Различные... Разбрасываются различные контейнеры. Это... Я так понимаю, что это из разряда того, что... Ну, вот у тебя было... Ээээ... Было жесткое приземление. Ты... Твоя основная часть приземлилась в одном месте. А контейнеры с полезными вещами, которые, типа, помогли бы тебе... От... Эээ... Все сделать гораздо быстрее. Ну, как бы, типа... Провести типичную... Типичную... Обыденную операцию инженера, осваивающую... Ой, господи... Вот. Типичную обыденную ситуацию, осваивающую чужую планету за ресурсами. Эээ... Вот не получилось. Все разбилось по горам до селам. Эээ... До горам до долам. Вот. Ну, и тут, короче, такие твари встречаются периодически. Это как-то так... Эээ... Эээ... Злые собаки. Там одни плюются, другие набегают, третьи налетают. И, в общем, как-то так... Иногда даже стрёмно тут существовать. Вот. Давайте я просто... Прокачусь немножко в другую сторону. Из этого чёрно-белого А. Ну, то есть... Так сказать, ты ходишь, ищешь ресурсы, смотришь, что где находится. Эээ... Ну, и, собственно, приходится прокладывать какие-то скорые фишечки там между... Ну, вот эти вот транспортные трубы для себя любимые, или, например, вот эти мосты между горами. Вот, долетим до моей основной базы. Я тут как-то так забрался до сюда через какой-то... Как-то очень хитро. Ага. Вот. Полетели. Прыгаешь по этим самым... Запасаешься ресурсами. Все карманы забиваешь, что-то у меня в кармане, вот. Вплоть до радио-контрол-юнита какого-то из поздних. Там винтовочка. Правда, патронов, судя по всему, нет. Вот. А потом строишь, строишь, строишь что-нибудь такое. Огромное. Чтобы как-то... Пробрать все это из одного конца в другой. Так. Пойдем на мою нефтебазу зайдем. Мне интересно, как... Я строил тогда и как строил позже. Так. Вот. Вот сюда, по-моему. Да, вот сюда. Угу. Тут все это потихонечку автоматизируешь. Там одно срабатывает. Там вот... Находишь нефть. Помнится... Вот, блин. С апдейтом все эти... Твари вернулись. И начали... Жрать. Все, что ни попадя. Что у нас тут? Трикол. На. Незапно. Вот. Тут, собственно, была веселая история. Как я долго искал, где же эта нефть находится. Нашел завод. И в условиях граничных ресурсов, которые только были у меня по карманам, я сумел таки создать вначале угольную шахту. То есть, я сумел запитать заводик по добыче нефти. У завода была побочная продукция, которая в виде угля компрессованного, которую я запитал на угольный электрозавод, ну, электрогенератор, или как это правильно называть. И создал единое колечко, так сказать, самоизолированное островок технологии. Ну, а потом все это долго-долго-долго тянул, перестраивал, как бы. Вот, если бы мы видели в первом сейве, то, как все это начинается из разряда давайте соберем листьев, чтобы создать электричество из биореактора. То вот у нас теперь есть электростанции, работающие на нефти, или мазуте. Нет, на нефти. Ну, на топливе, короче. Вот. Там вот это аккумуляторные батарейки. Вот, что у нас тут такое. То есть, можно еще больше строить. Электричество будет от души и больше. Вот. Это, правда, уже край карты. Я, по-моему, даже тут... А, вот. Вот эта карта, которую я разведал. Сейчас мы съездим на главную базу. Посмотрим, как она была там. Мне само интересно, потому что я давно открывал этот сейв. Вот. И... Да, сколько у нас тут... Так. Может потреблять максимум 3000, 3300, 500. На данный момент по 2 потреблять. То есть, вполне достаточно. Это потому что я... Человек весьма консервативный. И не использовал рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Которые очень сильно, на самом деле, помогают в этой игре. Вот. А пока мы едем. Можно посмотреть по сторонам. Проверить, идет ли запись. А то в прошлом моем стриме записи на видео Воникла забавная проблема С тем, что Мой голос почему-то не записывался. Выходила странная ситуация, Где мой Камрад Со мной говорил Я не отвечал, и какой-то односторонний разговор По итогу. А у меня нормально все записалось. Вот. Ну, конечно, вначале так вот тебя ломает, Что такая достаточно серьезная игра. Она весьма Просто Позволяет тебе вот эти вот Такие мосты сквозь пустоту. Я вначале так Пытался сделать как-то все красиво, Чтобы Походило на реальность. А потом А, забил. Ээээ, стоять! Не туда. Вот там можно видеть Ту самую Систему труб, Которая ведет На базу, где у нас основные Так, не плеваться Не плеваться, ребята Ай, как покорежило, а Смотрите-ка на эту Арку Вот Ну, тут просто стены Этих самых Конвейеров И Честно говоря, Эти игры Они В общем-то Похожи на проектное управление Ты Пытаешься разобраться Как сделать так, чтобы у тебя все было компактно, красиво И прочее-прочее-прочее Вот Тут вот наша база На каком я тут Остановился Так А, что-то я тут не сделал А, это было не важно О О, слушай, я на последнем Майл-столу не остановился У меня совсем чуть-чуть осталось Но на самом деле Чуть-чуть, не чуть-чуть, а Да Ну или мне так кажется Ну В любом случае Это было Прикольно Ну, тут какой-то Дрон даже появился, что ли Или что-то похожее на него Господи, дайте мне вылезти отсюда Вот Тут мы уже начали производить эти Что мы производим здесь Какие-то high-speed коннекторы Потом Высокомощные Суперкомпьютеры В общем В общем В общем В общем В общем Вот И все это Ополосано с такими стенами Это просто Кошмар 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 проектировщика Это такая Монолитная Структура Скажем так Тут на самом деле Очень сильно Помогает аналогия Из Программирования То есть Как ты Создаешь проект И вот то, что здесь Вы видите Это какой-то Спагетти код Который Я сейчас даже Не хочу Разбираться в нем Потому что Когда я делаю Когда ты все это делаешь Ты понимаешь Но когда ты возвращаешься К нему К тому, что здесь Наделал Тебе кажется Что Наверное Наверное Тут все надо Переделать Вот Вот наша База Я вот начинал В этом месте В этом В этой итерации Скажем так И собственно Потом Распространялся В другие места Вот там Видно Лестницы Всякие Куда я ходил Куда я не ходил Ну На самом деле Я тут Не так сильно Много Куда Попал Ой Блин Так Так что Такие дела Так Ты вези меня Вот Ну Поедем В центр Нашего Кошмара Вот там Видите Система Этих Полов Всяких Которые Помогают Допрыгнуть Куда Надо Надо Тут Наверное Можно даже Поставить Вот эту Вот Она работает От электричества И ты Ты можешь Ну Пока что Это единственное Здание На этой планете О Красота Смотрите Даже Даже для красоты Здесь найдется Всегда место Вот Ну да Вначале Все Вырубим Застроим А потом Ищем красоту Ладно А сейчас Мы поедем Кататься В другую Так Ну и Вот Занимался Я этим Своим Мирком Потом Оказалось Что у моего Брата Есть тоже Такая игра Или Не было Но он Хотел В нее Поиграть Вот И мы Точнее Он создал Серверочек Которому Собственно Я присоединился И мы начали Делать все Вместе Сейчас Я Сяду на поезд И Немножко Вас оставлю Чтобы Посмотреть Что у нас тут Творится В этом мире Да Только Надо загрузиться Для начала Ну К серверу Да Подсоединяется Медленнее Еще Ждем Там По-моему 50 Миллисекунд Разница В общем Вашинг Брейн Лоудинг Бар Заполняем Репорты Заполняем Полоску Спасаем Мир Выключаем И включаем Но Это Последняя Итерация В которой Мы начали Как-то так Разделять Все Что здесь Творится По уровням Собственно По уровням Абстрации Грубо говоря Вот там Мой Скажем так Маленький Мирок Так Сейчас посмотрим Что у нас С поездами Или не надо Давайте Поедем Посмотрим Вот В высоких Местах Радиовышки Чтобы У нас Карта Открылась Со всеми Ресурсами Так Это Бесполезно Полетели Ну Собственно С самого Начала Мы Как-то Так Решили Что Надо Разделять По Этажам Все Все Постройки Чтобы Ну Сам Внизу Были Непосредственно Ресурсодобывающие Объекты Ресурсодобывающие Объекты Так Это уже Совсем Низкий Уровень Ассемблер Вот Вот там Добывается Золото Фу-то Какое Золото Где у нас Катериум Катериум У нас Идет Оттуда Это еще По старой Схеме Где у нас Есть Этот Конвейер И Конвейер И труба С Пролетом Ну Без конвейеров Не обойтись Как бы Нормально Другое дело Что там На долгие Расстояния С этим Трудно Ну Вот У нас Там Железная Руда Там Медная По-моему Руда Есть И Все Это Здесь Вот Лаймстон Как-то Как-то Лаймстон Как-то Прорусский Из чего Делал Известняк Наверное Какой-то Или что Там Вот И Все это Собирается Вместе Еще Вон С того Перешейка Перегоняется Уголь Вот Короче Все это Идет Через Первый Уровень Вот Кстати Можно Посмотреть Сбоку Я там Все Спереди Задрапировал Стеклом Чтобы Оно Рендерилось Лучше Ну Как бы Не так Сильно Напрягал Система И Движок А вот Сбоку Можно Отлично Увидишь Сколько У нас Тут Уровней На втором Уровне Вещи Посложнее Вот Типа Рулоны Меди И все Всякого На третьем Уровне Уже Еще Сложнее Вот Даже Какие-то Автоматические Штуки Сталь Там Делается Господи Вот Сталь Делается Потом Трубы Это все Выводится С нижнего Этажа На верхний Вот Моторчики Супер Моторчики Металлические Что-то Ну В смысле Бетон Для Конвейеров А с другой Стороны Еще что-то Вылазит Потом Она Сюда Отобирается А здесь У нас Последние Последние Магиканин Это у нас Штука Которая была Один раз Нужна А потом Ни хрена Не нужна Вот Как-то так Даже обидно Вот Я тут даже Подвел Возможность Как-то Некузя Все равно Выглядит Правда Возможность Прямо С рельсов Закидывать Но Что-то Она не работала По-моему Или работала Ну Черт его знает Не важно Мы не так часто Заполняем Вот эти Майлстоуны Сейчас Чтобы Понять Она работает Или не работает Как бы Раньше было проще Вот там Катариум Кстати Раньше Было Вот наше Время Да Вот Такие дела Так 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 Это Это Сам Так Так Нет 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 Да Конец Все ближе И ближе Правда Ни хрена Непонятно Так ли Оно Или Не так Вот Тут В принципе Тот же Принцип В принципе Тот же Принцип Да Вот помните У меня Здесь у нас Ядовитариум Какая-то Хрень Вот Эту Вот То есть Технически Я поставил Так Чтобы При приближении К стеклу Этого не было Ну Чтобы Меня Не затрагивало Вот Такие Природные Заповеднички Вот Там Кстати Тоже Там Совершенно Недавно Сделал Аккумуляторную Вот Такая Вот На каждом Этаже По 20 Я надеюсь Мне хватит Это 20 По 100 Ну То есть 60 60 По 100 Ватт Ну Собственно 6000 Ватт А у У меня Сейчас На данный Момент Сколько Сколько У нас Сколько У нас Максимум 5000 А Нет Даже Consumation 3000 То есть Да Ну То есть Энергия Запасы По Самой Не Балуй У нас Тут Привозится С одного Конца Вот С этого Берега Привозится Нефть Здесь Вот Брателло Построил Заводики Я там Немножко Перестраивал Но В общем-то Это его Архитектура Там Потом Когда Возвратился В игру Решил Немножко Вот Этот Вот Заводик Достроить То есть Тоже Брателло Подвел Рельсы Подвел Рельсы Ну Сделал Базу А я Уже Довел До Вот По этому Воздушному Мосту До Нефтяных Полей Вот Организационные Штуки Кстати Полезные Стали То есть Ты сразу Если тебе Что-то Надо Сразу Идешь Куда Тебе Тебе Требуется Вот Эти Щиты Вот Стоп Стоп Не надо Не надо Просто Огромный Завод Так Сказать Масштабируемость Во всей Красе Здесь Тоже Ну Я У Немножко У брата Получается Масштабируемость Масштабируемость То есть Это просто Вот Берешь Поле И засеиваешь Его Агрегатами Я Как-то Так Пытаюсь Уместить Там В Определенные В Определенные Рамки Все Эти Заводы И Цистерны И так Далее Как бы С одной Сторону Масштабируемость С другой С другой С другой Стороны Достаточно Достаточно Такой Уникальный С точки зрения Что это Частный случай Не общий А частный Случай Использования Вот там Кстати Ядерные Реакторы Уже Есть Тоже Брателло Постарался Не побоялся Влезть Я Поскольку В прошлой Игре Еще Ковырялся С этими Фьюл Дженераторами То я Как бы Даже Не лез Туда О На Н Поиск А где У нас Тут Поезд Вообще Поезда Поезда Вот Поезд Идет Да И вот Поезд Идет Да У нас Где-то Там Еще Кристал Водка Трейн Он Вообще Ходит Да Он И Ходит Что Это Боксит А поезд Вот Что Что За Хрень Вот Поезда Достали Добавили Новую Плоскость Скажем Так В Наши И Собственно Да Сейчас Подождем Поезда Чтобы Можно было Посмотреть Чего У нас Творится И я Прошу Простить Меня Отойду Немножко Чтобы Вы Могли В Одиночку Увидеть Все Красоты Этого Мира А Также Наше Человеческое Присутствие Нем Вот Там Вдалеке Находится То Что Когда То Было Первой Залежью Угля Но Потом Туда Подтянулись И Серый И Метал Так Что Я там Сделал Оружейную Станцию А Сейчас Я Вас Некоторое Время Покину Оружейно Оружейно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что же, наш поезд... Уважаемые посады... Наш поезд приобретается к станции нефтяников... Посмотреть... Почему она так называется, весьма понятно... На берегу очень... Тихого океана... Находится... Небольшая контора... Филиал Пригоил... То есть, я вначале тут и заводик делал и все-все-все... А потом... Подумал, что нафиг нужно... Потому что... Что? Потому что... Это все можно... На месте делать... Причем делать так, как тебе нравится... Собственно... Поэтому... И хороши такие концепции, где ты можешь... Использовать поезд... Для пригона ресурсов... Непосредственно... Место завода... Вот... Тут, собственно... Я эти провода прокладывал... Сам... Брат прокладывал рельсы... Я еще не знал, что на рель... Рельсы тоже генерирует электричество... Правда, там нужно тогда... Это самое... Где-нибудь... Станцию ставить... А вот я сейчас съеду... Главное бы не... Так... Сейчас посмотрим... В каком направлении... В том направлении... Прямо идиллия такая... Да? Красота неописуемая... Так... Станция... Станция... Куда это там приплыли? Ага... Вот здесь вот я бродил... По всем этим... Горам... Долам... Искал какие-то там... Брался... С... 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 Всякими... Здесь у нас добывается... Кристалл... Ой... Там тоже какая-то хрень... Вкраплена... Чувствую себя... Дворфа в минерум... На шахтерном смысле... Вот тут Крист... Эх ты ж... Блин... Я не хочу с тобой драться... Чувак... Хотя мне интересно... Что там скрывается... А... Там уже ничего не скрывается... Там еще артефакты... От рендеринга... Ага... Ага... Так... Где наш поезд? Мне бы хотелось... Покататься на нем немножечко... Кристалл трейн... Ох ты ж... Как далеко... Вот... Как-то так... Поначалу... Есть еще желание... Там... Кого-нибудь пострелять... А потом как-то так... Устаешь от этого... Ибо нефиг... 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 Так... Давайте глянем... Может... Этого... Твореныша можно забрать... Так... Стоять... 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 Так... А из них можно делать ускорители из этих слизней... Так... Где наш поезд? Кристалл поезд... Ну... Не очень сложный путь... Я тут... Сильно старался... Чтобы... Соединить... Два... Кристальных... Этих самых... Этих самых... Ах... Что у нас тут... Половина... Ха-ха-ха... Половина водопада... Ну... Бывает... Видимо... Еще не придумали... Что сделать с этим... Не доделали еще это... А я тут уже пришел... Со своим... Самоваром... Так... Где... Мой поезд? Почему он додерживается? Во! Едет! Он едет! Замечательно! Вот с этим надо бы разобраться... Посмотреть, что тут... Так... Он, походу, подъезжает... Да... Видимо... По верху едет сейчас... Вот тут вот... Большая... Долина получается... Которая сверху... Где-то там... С... Большими... Крутыми... Берегами... Вот... На нее... Я... Забирался... Дай Боже... О! Приехал... Почти приехал... Сейчас он покрутится... Вот туда-сюда... Так... И надо... Блин... Так... Я хочу поехать... Так... Смотрите... Как... Трейд меню... То есть... Тут можно задавать... Всякие... Эти самые... Задавать... Параметры того... Как он должен ехать... То есть... Есть несколько станций на пути... Или там даже какие-то... То все это можно разобрать... Там... Edit Timetable... Куда он? Хе-хе-хе... Еба нет... Не должно... Это видимо там... Run... И вот... Чтобы все это... Дело работало так как надо... Приходилось вот такие вот... Дикие конструкции строить... Но я все-таки построил там... Потому что она из... Маленькой дырочки в этом... В этой пещере... Вдоль речки там где-то там... Вдоль речки, да... Там еде и ты... Тут еде и ты... Маленькой дырочки между ними... Угу... Тgelocу... Вдоль речки... Т's... Угу... Конечно... Приходится пользоваться иногда этими... разрешающим поведением игры, может быть, не очень красивым, но если игра разрешает, то почему нет? А эта вот вся лестница, это как бы наследство тех самых исследований, как добраться, как построить этот рельс туда, куда хотелось. Куда он нас, кстати, приведет, вот бы, хорошо бы сюда. Вот приходится такие спирали строить. Так, где я нахожусь вообще, где-где-где я нахожусь? Черт побери. Так, придется побегать немножко. Что, у меня патронов, что ли, нет? А, наверное, точно, я же продал их за исследование. Так, я нахожусь... Так, вы мне скажите, где я нахожусь. А, вот я тут нахожусь, так же все правильно. Ага, оно чем выше, тем кажется, что медленнее летит. Вот здесь у нас произошла авария, пришлось удалять. Удалять все. Так, я подбираюсь к этому. Вот тут вот не очень кузяво, конечно, построено. Потому что здесь водные источники. Но на... или что это? Nitrogen. Это азотный источник. Что здесь случилось-то? Че это за фигня? Что случилось-то? Ой! Ха-ха-ха-ха! Как его расколбасило! Ну, по крайней мере... Можно turn on sound driving? Да. А, это прекрасно! Слушайте, прекрасно, прекрасно! Как его плючит! Ха-ха-ха-ха! Да, ёкарный баба! Что у вас там случилось? Ай, блин! Так, 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 верните меня обратно! Тут... Ага! Ты не проехал! А тут было... Блин! Я не хочу вас убивать, ребята! Я только что набрался... В... 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 В.... В... 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 хотя бы не будет этого это с этих с последних апдейтов лес восстановили и монстр и лес все это дело вместе вот тут почему-то по левую сторону а это вот то самое место откуда мы начинали в прошлой игре включаем с освоенными болотами какие-то черные черно-жижевые яйца такое болото-болото вот тут тоже стоит эта вышечка а на чем она стоит уже походу ни на чем а походу убрали холм на котором она стояла это замечательно так где я вообще нахожусь вот она вот кстати вышка она так вот работает что-то нашлось тут он все это обозначает вот мне хотелось посмотреть что там в этом мире океане у меня есть подозрение что они сделали такой вот как будто это маленький замкнутый мир то есть может быть если полететь туда то я смогу добраться добраться до сюда то есть через болото туда было бы конечно интересно какая-то такая а и собственно если а вот тут тут вот как-то не работает эта штука так да-да-да-да-дам да-да-дам 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 так вот я наверно пойду отсюда от этого радиоактивного поезда я не трус но я боюсь видеть как тут все сразу вот есть баг в этой игре где что это было что что хреначки вы видели ребята что это за чертовщина это типа концепция убивающей те природы или что ну что ребята мне придется до сюда добираться уже чтобы забрать весь этот скарм который на мне ха-ха-ха ха-ха-ха я впервые встречаю вот эту хрень я не понимаю как они допрыгнули что это что это что это вообще такое Такие Что это за новая фишечка Игры Специально летаешь, чтобы никто тебя не трогал Она взяла и прилетела Причем это же Эти наземные Будуны Ладно Ну и в общем-то да Мы оказываемся на базе У нас кстати тут интересные всякие Штуки Как королев Давайте посмотрим Что у нас там такое Идрит Мадрид Слайд Майллстон Так на четвертом счет А тут наверное добавили в эту хрень Мы просто не знали об этом Ааа Блупринт дизайнер Вот оно что А мы то думали где в апдейте Там находится этот Блупринт дизайнер Слушайте я на своей предыдущей игре Тоже на вот этом тире застрял Ну что Ну что же Суть в общем-то понятна Если посмотреть вот По вот этому Складику То ясно сколько тут Уже Набегал Напрыгал Все дела Ай блин Блин это было забавно Крайне забавно Вот такая вот Творюга Да Ну нет Это мне не нужно Все Я для боя готов Как мне до тут добраться Вообще Нет Мне это просто Очень интересно Так 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 Один момент Один момент Давайте Есть ли сейчас будет Поезд Нам нужен вот этот Поезд Кстати там я починил Бокситы А кстати они Да нормально Зашли Пошли Поехали Я нахожусь вот здесь Углепоезд внизу Пригоел Поезд Там А смертушка Моя Крейт Вот она Здесь Куда вы Такие Страшные Вылезли А Да Забавно Забавно Ну а он По-моему Там Остался Это не наш Поезд Техно Поезд А вот К нам Поедет К нам Помчится Вот сейчас Приедет Сейчас Приедет Поезд Вот он Котится Да Как видите Со временем Расстояния Становятся Настолько Огромными Что Просто Приходится Использовать Поезда Ну или Трубы Хотя бы Но трубы Уже Тоже Не сильно Быстрые Несмотря На все Так Это не то Что я хотел Я хотел Вот это И вот это Вот тоже Не то Что я хотел Я хотел Покатиться Энергичность И пластичность Сейчас Разгрузимся Посмотрим Куда Ну это Какое-то Безобразие Реально Монстры С Ракетными Ранцами Вы Еще Издеваетесь Что Что За Злой Гений Это Придумал А вот На Топливо Было Рассчитано И я Так Ладно Да Помните Как в прошлой Игре У меня Была Просто Там Стены Этих Конвейеров Я Тоже Тут Тянул Конвейеры Он Просто Здесь Остался Я Уже Не Убираю Его Никому Он Нахрен Не Нужен И Собственно Я И Не Парюсь А Там У нас Производятся Боеприпасы Вот Это То же Самое Озеро Грибное Озеро Но Здесь Не Совсем Оно Где Мы Котимся Вот Мы Котимся Вдоль Пропасти Вот Это Мои Первичные Исследования Местности С Нежеланием Забираться Нужны Дебри Это Моя Розовая Станция С Небольшим Штабом Прикольно Когда Так Можно Сделать Для Кратких Расстояния Трубы Хороши В общем-то Со временем Надо Просто Ставить Цели Что Ты Хочешь Добиться Чтобы Не Пришлось Просто Кататься Смотреть Вокруг Все Как я Сейчас Это Делаю Очень Смешно Вот Это Тоже Конверт Никому Он Нахрен Не Нужен Я Просто Поставил Его Вот Видите Заспавнилась Просто На Виду Вот Это Всякие Раскореженные Штуки Которые Вроде Как Нам Должны Были Помогать Господи Боже Радиация Вот Небесная Механика Здесь Еще По-моему Не Доделана В том Смысле Что Планеты Друг На Друг Заезжают Но Понятно Что Они Там Тупо Эти Как Там Их Называют Спрайты Вряд Реальные Объекты Ну В смысле В смысле 3D Объекты А вот Наша Что Там За Хрень Давайте Посмотрим Почему Здесь Так Бляхомуха Ребята Я Не Понимаю Как Вы Как Вы Это Сделали Что Там У Вас Так Было Так Не Это Самое Не Сметь Ощущение Что У вас Нужно Застрелить Нахрен Наверное Знаете Как Чем Больше Херни Делаешь По Свету Как В Дисонор Да Чем Больше Там Убиваешь Чем Злее Собаки Становится Сука Я вас Боюсь После Вот Этого Демарша Что Вы Себе Позволяете Блин Нихрена Не видно Сделали Конечно Этот Неудача На самом Блин Что За Нафиг Ой Бляха Муха Тут Еще Такой Твари Ладно Я Понял Я Вам Не Нравлюсь Вы Мне Не Нравитесь Надо Как До Патронов Добраться А Не Вот Это Все Здесь Биореакторы Видимо Требовалось На Определенное На А Там Собственно Ядерное Ядерное Работа Что Здесь Так Темно Разработчики Что-то Я Здесь Не Был Сто Лет И Что-то Возвращаться Не Хочется Быть Блин Ну Вот Это Вот Что Это Было Что Это Было Что Как Откуда Так Так Мапа А Я Понял То Есть У меня Ощущение Что Надо Мне Выбираться Собственными Силами Отсюда Боксит Поезд Отсюда Меня Не Вывезет Постройка Я Лучше Здесь Какое Нибудь Убежище Небольшое И Поеду От Вас Ой И Там Еще Господи Сколько Вас Таких Симпатичных И Красивых Это Тоже Вся К Херня Господи Нет Это Невыносимо Так 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 Поэтому Что Это Было Короче Блин Чтобы Никакая Собака Меня Не Прошибла Замуруюсь И Закроюсь Где Нам Крыша Что Съели Собаки Фух Блин Какая Фигня Ну Все Спасибо За То Что Были Со Мной Надеюсь У вас Возникло Понимание О том Что Такое Сатисфактор И Как Удачи На Поврище До Новых Встреч Субтитры Субтитры